Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют за последние 24 часа. И здесь видно, что весь рынок находится в зеленой территории. Биткоин снова перешагнул в психологическом уровне в 50 тысяч долларов за цифровую монету. Если что Ethereum торгуется чуть ниже психологического уровня в 1700 долларов за одну цифровую монету, то в целом наблюдается возобновление позитива на криптовалютном рынке даже в краткосрочной перспективе. То есть имею ввиду интродей. А так позитив мы находимся в бычьем тренде. То есть я просто имею ввиду по сравнению с той коррекцией, которая была на прошлой неделе. Итак, однако все хорошо, крипторынок повышается. Если здесь мы кликнем на категории и посмотрим, например, какова динамика различных, давайте я так скажу, субсекторов криптовалютного мира или категории криптовалют. Вот, например, кликаю на Market Cap. Понятно, что биткоин и все вот эти криптовалюты самое мощное. Но я здесь хочу показать динамику за последние 7 дней по секторам. И сразу на первом месте получается или выскакивает Non-Fungible Tokens, NFT. То есть цифровое искусство. И все вот это практически связано с искусством, с цифровизацией всяких таких интересных тем и так далее. На эту тему я совсем недавно достаточно обширно говорил. Говорил, что тема NFT, цифровое искусство, для меня непонятно. Однако тут наблюдается мощный рост, расцвет. Поэтому пора мне так же подключаться. Да, я посмотрел на фоне чего практически произошел этот сильный рост на рынке NFT. Тут получается, что в рынок зашла новая сеть Teta Network. Именно поэтому она прибавила 4,5, грубо говоря, миллиарда долларов. И на фоне этого произошел рост. Но и без этого практически Enjin Coin вырос на 118% за последние 7 дней. Шились на 154%. То есть наблюдается в целом мощный рост в NFT пространстве. Без сомнений я хочу напомнить, что Чарли Ли, создатель Litecoin, недавно сказал, что индустрия NFT очень быстро сейчас кажется, что развивается с точки зрения цены и формируется пузырь. Он лопнет рано или поздно. Конечно, до того момента, как он лопнет, пока еще непонятно, сколько будет расти. Но без сомнений. Даже если он лопнет, потом будет медвежий тренд. Однако это поставит потом начало этой новой индустрии. То есть это нормальный этап жизненного цикла любого актива. В самом начале он быстро начинает расти, пузырь лопает. Но потом фундамент начинает повышаться и начинает развиваться новая индустрия NFT. И как я говорил, я к ней пытаюсь подключиться. Я хочу ее понять. Поэтому хочу сейчас сказать, что вчера я совершил первую покупку. Я купил NFT. Вот мой аккаунт от CryptoSpa, который на хай в блокчейне. На рынке NFT Showroom я практически вчера купил вот этот Leo Finance QR Animated NFT. Вот как это выглядит. Я это рад. То есть у меня в коллекциях, в моем аккаунте на данный момент это единственное NFT. И конечно я это с целью сделал. Потому что, во-первых, я люблю Leo Finance. Вы знаете, что я публикую ежедневно на Leo Finance вот эти все мои видео. Также анализы по крипторынку, графики и так далее часто выкладываю. И вот даже вчера я написал пост, что купил вот это NFT. На этом посте я заработал 13 долларов. Соответственно, я понимаю Leo Finance, поэтому купил свой первый токен, связанный с Leo Finance. Конечно, все это происходит на хай в блокчейне, то есть я очень рад, потому что таким образом я поддерживаю талантливого артиста, который практически создает вот это цифровое искусство на хай в блокчейне. И сразу хочу сказать, что здесь можно кликнуть и посмотреть на транзакцию. Я эту практически купил у Dolze, это Dolze, то есть вот его галерия. То есть у него очень много продуктов, он продает очень много таких интересных NFTs. Вот практически есть галерия у него. Можно кликнуть, что он продает, что он практически создал. Здесь практически вот они, те токены, которые практически он создал, и они связаны с Leo Finance. Их всего лишь 10 токенизированных. Один из них я уже купил. И, соответственно, получается, что первый отсутствует, и тут мой. То есть два из десяти таких NFT уже проданы. Dolze. На NFT Showroom есть очень много интересных таких токенов. галерия, можете практически искать по цене, по других фильтрах. Хочу сказать, что тут очень много интересных и креативных, оказывается, людей из Хайва, которые занимаются цифровым искусством. И в целом я хочу сказать, что NFT Showroom это место, которое построено на вершине хай в блокчейн. Однако, таких рынков для цифрового искусства очень много. Оказывается, что большинство из них практически самые ключевые. Они на данный момент работают на Ethereum блокчейн. И это направление развивается. И хочу сейчас показать одну новость. Вот она, эта новость. BBC. Они говорят, что NFT блокчейн drives searching digital art auctions. То есть спрос на эти NFT токены создает практически спрос на цифровое искусство, точнее на аукционы. И тут практически вот она, ну, сопутница Илон Маск, который, оказывается, я впервые узнал, что это его половинка, или там жена, или женщина, с которой он живет, Илон Маск. То есть это его жена. Я впервые узнал о ней благодаря этих NFT. И она практически тут продает свои NFT. И что хочу сказать. Тут написано, что очень-очень старая галерия, Кристис, которая была открыта 254 лет назад, она в прошлом месяце открыла свой первый акцион для полностью цифрового искусства. То есть это само по себе говорит, что те галерии, которые продают картины и так далее, раз они уже начинают заходить, то есть это люди, которые понимают, что будущее за вот этими, за цифровым искусством. То есть я не говорю, что будущее, например, финансов или будущее там электроавтомобилей. Мы говорим о искусстве, что оно начинает цифровизироваться. И, соответственно, здесь даже в последнее время мы все знаем, что очень многие новости по поводу NFT. И это практически интересная тема. Еще один раз. Я купил свое первое NFT, потому что я хочу уже вот то, что я здесь написал, вот мое NFT, потому что я хочу понять, как оно работает. То есть если я просто буду читать, смотреть новости, для меня это искусство не очень понятно. Я не смогу понять, как это все работает. Это так, буду покупать, посмотрим, что произойдет. В дополнение, вчера, что я заметил, есть очень много людей, как здесь написано в этой новости, я ее читал до конца, два-три раза. Есть много людей, которые являются перекупщиками. Они покупают в одном месте, например, цифровое искусство, картины, потом ходят на более мощные платформы, которые построены на Ethereum Blockchain, и это перепродают. Я увидел вчера, вот следил два-три аккаунта, они в два-три раза практически дороже перепродают искусство, и они зарабатывают. То есть я смотрю, что у них покупают. То есть это, видимо, люди, которые понимают вот это искусство, знают, как его покупать, перепродавать и зарабатывать деньги. И, конечно, здесь все-таки в этой новости написано, что те, которые не разбираются в искусстве, лучше практически будь аккуратным вот здесь, потому что эти спекулятивные покупки и продажи, которые совершаются, в самом конце может оказаться, что кто-то купит нечто, которое в самом конце worth noting, ничего не стоит. То есть хайп идет, однако, если человек не понимает это искусство, лучше просто в пустую там кликать и покупать искусство не стоит, потому что, вот как было сказано, эти эксперты этой галереи, будьте очень аккуратными, что вы покупаете. Итак, друзья, на самом деле, последнее, что хочу показать, вот еще одна новость на эту тему. Джак Дорсей, создатель Твиттера, вчера он объявил, что продает свой первый твит, то есть первое сообщение, которое он написал, когда был запущен Твиттер. И тут идут новости на эту тему, что происходит с этим аукционом, и на самом деле, вот он, практически его первый твит, вот он. Джак пишет, just setting up my Twitter, то есть настраиваю my Twitter, 2006 год, 21 марта, то есть, видимо, это, вот он, самый-самый первый публичный твит. И сейчас идет акцион, потому что его продают в качестве, как говорится в новостях, вчера эта тема вечером очень активно обсуждалась в качестве NFT, то есть non-fungible token. Вот эта тема становится актуальной, везде говорят об этом. Я смотрю, знакомый нам Джастин Сэм, тут сообщение, он когда-то сначала давал полмиллиона, потом обновил свой бит, то есть свою оферту до уровня в 700 тысяч долларов, потому что там идет аукцион, и другие практически делают ставки. И последнее, что вижу, тут было полтора миллиона долларов в какой-то эставе, я не знаю, кто он, на самом деле, CEO at Bridge Oracle in Cryptoland. Я не знаю, о чем речь идет, но Джастин Сэм практически сейчас дает цену в 2 миллиона долларов по последней оферте, тут было 888 тысяч, но этот бит практически, ставка Джастина Сэма в 2 миллиона, видимо, на данный момент выигрывает. Посмотрим, что произойдет. На самом деле, я не очень хорошо понимаю, что тут происходит, вот это сообщение на данный момент уже стоит 2 миллиона долларов. В таком формате NFT я полностью пока еще не понимаю, будем следить за ситуацией, потому что тут становится достаточно интересно, как минимум для обсуждения. Итак, друзья, у меня на этом все, спасибо за ваши просмотры, желаю вам хороших выходных, хорошего дня, я имею в виду, сегодня воскресенье. Удачи на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. За вами, как всегда, в это время был AdCripSpa. Продолжение следует...